Ну, мы с тобой всегда знали, что рано или поздно этот человек придет к нам в гости. Да, мы знали, мы готовились. Ну, потому что он на самом деле очень интересный человек. А что нам мешало, кстати? И очень интересный собеседник. А не было повода. А сейчас повод, мне кажется, появился. Действительно. Действительно, сказал Сергей Александрович Горин, ныне министр культуры правительства Нижегородской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Александрович, я знаю, что министр культуры Нижегородской области по рождению не нижегородец. Вы родились в Петелинском районе Рязанской области. Кстати, оттуда была моя бабушка тоже родом. Тоже из Петелинского района? Да, 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 из Петелина. Да вы что? Откуда? Из самого Петелина. Из самого Петелина? Да. А фамилии как бабушки? Так, а вот девичь я, наверное, не воспроизведу. Вы потом узнаете дома и скажите мне. Мне дорога каждая фамилия. Но я с 59-го, с 1900, не путайте с 800, с 1959 года уже живу в Нижнем. Я знаю, но насколько, опять же, мне известно, у вас достаточно своеобразное детство было, потому что я так понимаю, что жили вы не у родителей по каким-то причинам. Ну, тогда многие так жили после войны, и перед войной люди уезжали в города, потому что была индустриализация страны, молодежь уезжала в города, а жилищные условия были весьма и весьма ограничены. И поэтому такая практика существовала, оставляли своих детей, которые у них рождались, что, естественно, своим родителям, которые жили в деревнях. Вот эта судьба не уникальна, а это явление было массовое в то время. Вас воспитывали, я так понимаю, бабушка и дедушка? Ну да, я рос среди людей, которые к началу революции были уже зрелыми людьми. То есть они родились в 19 веке, получили воспитание в своей среде и сохранили традиции. Уклад жизни. Уклад жизненный именно тот и отношения между людьми. Это еще с тех времен, когда люди при встрече снимали шапки, кланялись друг к другу, когда здоровались. Но крестьянство, оно наиболее консервативно, оно и в сохранении культуры наиболее консервативно. Когда оно будет разрушено, тогда мы потеряем свою самобытность национальную. Вы знаете, вы сказали очень важное слово. Для меня было всегда загадкой, почему, говоря о Министерстве культуры, о Департаменте культуры, люди говорят о чем угодно, о мероприятиях, о театрах, о постановках, о каких-то проектах, и никогда не говорят о том, что есть культура на самом деле. И вы сейчас сами завели этот разговор. Вот что такое для вас культура? Вот одну часть я поняла. Ну, вернемся к советскому справочникам. Они были лаконичны и очень точны. Культура – состояние общества. Да, точнее не скажешь. Даже мы так скажем с вами, культура может быть корпоративная, да? А культура строителей или культура работников телевидения, культура здоровья, культура приема пищи и так далее. То есть я учился у профессора Зеленова, слушал несколько лекций его. По истории искусства. Да, у него на эту тему очень красивые были рассуждения. Он тогда был весьма-весьма молодой. Это было прямо с самого начала, с 70-х, с 70-й, с 71-й. Вот мне удалось послушать несколько лекций. Вот он тогда и говорил, что человек должен обладать несколькими культурами. И культурой тела, культурой общения, культурой еды. Может ли считаться показателем культуры движения машин на наших дорогах? Сергей Александрович, насколько я знаю, у него страсть ко всему движущемуся, двухколесному и четырехколесному. А страсть к машинам, это, как правило, и страсть к скорости. Вот мне вспоминается эта песня. Не просто ехать 90, когда приборы предлагают 250. Это и про вас тоже? Я, как правило, контролирую себя. Вот это, как правило, мне очень понравилось. Да, как правило, контролирую себя даже, когда езжу между городами, и там есть возможность... Разогнать. Прибавить. Прибавить. Это бывает со мной... У меня много всякой музыки. Я всеядный. Я слушаю классику, я слушаю попсу, я слушаю музыку в стиле техно. Я все люблю, лишь бы это было талантливо и хорошо. Вот. И, естественно, когда слушаешь музыку, эмоции... Поддаешься. Да, поддаешься адреналин и не контролируешь педаль. А я тоже вот вас слушаю, и прям, знаете, завораживает. Ну, я не понимаю, что такое быть водителем, но я понимаю, что где-то есть точка, откуда понятие культуры становится прям жизненно необходимым. Давайте мы будем слово культура, культивировать, простите за такое сочетание, не с библиотекой, театром и прочее, а культура с состоянием. Вот недавно мы с кем-то разговаривали. Что такое благотворительность? Да, был что-то вроде круглого стола и говорили о благотворительности. Одному ребенку что-то он сделал хорошее и предложили, давай мы тебя вот назовем теперь, что ты совершаешь благотворительность и русское... Вернее, иностранный синоним русскому слову доброволец. Волонтер. Ух, жуткое какое слово. Ужасно. Доброволец, добрая воля, да? И вдруг волонтер. Ну вот, что-то сделал хорошее, и ты уже благотворитель. Но мы так дойдем до того, что, например, вы проходите в дверь, я вас пропускаю вперед, дверь вам приоткрываю. Уже культурный человек. Уже я сделал... Волонтерский пошел. Да, благотворительность. А вы что-то уронили, я вам быстренько это поднял, это уже благотворительность. То есть человека с детства должны воспитывать, ну и так и бывает, в семье, в той среде, где он растет, что он должен делать что-то доброе. Абсолютно естественно, да? Как поздороваться, да? Покорми кошку, скажи здравствуй соседям. Это и есть изначальная культура. И когда это в достаточной мере в человеке накапливается и в него проникает, он на дороге себя ведет так же. Он никогда не бросит машину таким образом, чтобы она помешала другому кому-то выехать или въехать, или пройти, или помешать движению, в общем. Он обязательно пропустит, он обязательно уступит. Потому что шик не в том, чтобы не пустить, не дать первому проехать и обогнать, а в том, что пожалуйста, заботясь о вас, я заботюсь о себе. Человек живет, его окружает среда, среда его обитания. Но среда его обитания это не только деревья, столы, бокалы, это вы, люди. И чем я больше забочусь о вас, о вашем благополучии, о вашем спокойствии, о вашей душе, тем я больше забочусь о себе. О настроении даже, да? Это же элементарно, это же о себе. Потому что хорошее настроение, ваше хорошее настроение, ваше доброе отношение, оно для меня. И я должен о вас заботиться. Вот этого люди не понимают ни в жизни, ни на дороге, многие. Но забота о ближнем, это на самом деле забота о себе. Вот это первый манифест министра культуры, этот я понимаю. Вот Сергей Александрович. И возвращаясь к министру культуры, или к директору департамента культуры, или к директору любому, к руководителям. Прежде всего, этот человек, представляя проекты и прочее, прежде всего, он должен быть заботник. Он должен быть человеком, заботящимся о людях, о той отрасли, которой он руководит, о том предприятии и так далее. В первую очередь заботник. Тогда, это основа. Исходя из этого, он может строить планы, проекты и прочее, прочее. Но только, прежде всего, из этого исходить. Я, знаете о чем, вы должны быть особым заботником. В творческой среде нажить врага, расплюнуть. Как вы себя чувствуете эти уже долгие годы в этом творческом интеллигентном террариуме? Так же, как у нас сегодня тема дорожная преобладает. Так же, как на дороге. На дороге я всегда боюсь. Человек должен бояться на дороге. Иначе он потеряет бдительность. Ну, опасаться. Да. В своей работе я тоже всегда боюсь. Я боюсь, что скажут, что я плохо работаю. Это нормально. Я боюсь, что когда меня уволят, люди не будут со мной здороваться. Я думаю о будущем. Если человек после того, как меня уволили, вот, если он не глянул на меня плохо, то я уже хорошо работаю. А если он остановился, еще и поздоровался, и со мной несколькими словами перекинулся, значит, действительно, я работал хорошо. И мы все вместе дружили и работали хорошо. У нас были хорошие отношения. Вот, я очень боюсь, что скажут, что плохо работаю, что... Поэтому это меня держит в тонусе. Я, конечно, не святой. Я допускаю ошибки. Такие бывают. Вы признаете их, Сергей Александрович? А это является показателем культуры по-вашему? Вот способность признать ошибку, да, исправить ее? Конечно. Это является показателем воспитания. Хорошего или плохого. А это разные вещи, воспитание культуры? Культура – это состояние. Это более объемлющее слово. А воспитание – это процесс, так получается? Да. Да, воспитание – это процесс или же результат. Мы когда говорим, что человек хорошо воспитан, мы говорим о результате, не о процессе, да. А любой человек, ну, бывает так, вот люди эмоциональные в гневе, да, обидел другого. А потом совесть мучает. Подойди, скажи, прости, пожалуйста. Это потом наступает такое облегчение у самого, и тот человек видит, что ты нормальный же ты. Ну, либо ты с этим живешь и мучаешься, либо ты действительно приходишь и грех души снимаешься. Дмитрий Александрович, с этим ведь можно жить и не мучиться. Это можно даже не заметить. Это другой разговор. Я как раз говорю о том, кто живет с этим и мучается. И проще облегчить свою жизнь. Опять же, опять же про себя скажу. Я тоже могу не заметить, что обидел. Хорошо, если кто-то подойдет и скажет. Так случилось. Ты не прав был, ты обидел человека. И вот здесь внутри оно все начнет, проиграет все обратно и начнет мучить, съедать. И нужно подойти, чтобы не ело. Я еще по поводу одной вашей ипостаси. Вы, скажем так, дипломированный музыкант, закончили сначала музыкальное училище, потом консерваторию. Вот откуда у вас, родившегося в глухой провинции, с одной стороны тяга, а с другой стороны способность к музыке? Потому что ни без того, ни без другого консерваторию явно не закончишь. Русский народ очень талантлив. Но за столом, когда вы сидите и в хорошее настроение, вы поете песни. Обратите внимание, что из вашей компании, ну, допустим, компании в 10 человек, может быть, только у одного нет слуха. У девяти он есть. Запросто. Они поют чисто. Чисто поют, любят слушать музыку. Уже первый показатель того, что у вас есть способность. Дальше надо только учиться, и все. А почему я именно оттуда, из глухой провинции такая... Вы знаете, тяга к красоте у людей есть всегда, независимо от того, где бы они жили. Вспомните, как стремились наши мамы, которые оставляли, и папы оставляли детей своим дедушкам, бабушкам, как они потом стремились купить ребенку какой-нибудь музыкальный инструмент. В 60-е годы, мне кажется, да. В 60-е годы, мне кажется, да. В 675 рублей стоило пианино. Это же немыслимые деньги, но люди покупали. Для чего? Для того, чтобы их дети жили в красоте, в музыке, в театре, во всем, что было для них недосягаемым для родителей. И вот они стремились к этому. И это стремление было у всей страны. Ну, естественно, моим родителям тоже хотелось. Они меня привезли в город, повели в городскую школу. И потом повели меня в музыкальную школу. То есть это было престижным, это было красивым. То есть сказать о том, что ребенок учится в музыкальной школе, это было очень... Это гордо. Вы сказали о том, что вот это стремление к красоте прекрасному было. Оно есть и сейчас в сознании многих людей. Но сейчас больше у людей возможностей и материальных, и информационных. И больше у людей стремление не к красоте, а к деньгам. Такое тоже есть. Но оно стремление к благополучию, стремление к деньгам, будем... Вот не к благополучию, извините, даже заикаться не начало. Даже слово не выговорил. Благополучие. Накопление ради накопления? Мне кажется, что речь идет как раз не о благополучии, а я не знаю, о деньгах, о богатствах. Благополучие, оно очень много в себя... У каждого свое понимание. Нет, оно очень много в себя... Благополучение. Включает. Да, оно включает и богатство, и здоровье, и возможность, возможность гипотетическую куда-то поехать и что-то приобрести. Потому что он ведь, прошу прощения, знаете, что имеет в виду? Соотношение цены и ценности. Вот вы очень правильно, я вам очень благодарна за это напоминание. Я помню, как трудно воспитывала нас вот мама с сестрой, да? Но выделялись деньги на музыкальную школу в обязательном порядке. А сейчас, как вот по-вашему в сознании людей, вот ценность того, что связано с искусством, не знаю, поход в музей, в художественную галерею, как она вот реализуется? Два года подряд Ночь музеев проводилась. В этом году была не очень хорошая погода, а в прошлом году было тепло, даже жарко. Помните, какие толпы людей ходили друг к другу навстречу? Вот вам ответ. Это тяга к красоте, тяга к прекрасному, тяга к познанию. Это здорово. Вы знаете, кстати, вы ведь пришли, стали безоценочно чиновником от культуры. По конкурсу. В администрации Лебедева, да? И тогда вы пришли туда по конкурсу. Я слышал эту историю не так давно от Анны Гор. Она сказала, что она тоже приходила на этот конкурс, и отобрали вас двоих. Прямо как в песне «Лучше Гор может быть только Горин», да? Вот после этого ваши отношения, скажем, с Анной Марковной, вот такой частный случай, они не испортились? Мне у нас очень дружеские отношения. Я с огромным уважением отношусь к Анне Марковне. Ну, я почему? Вот эта конкуренция в творческой среде, она иногда оборачивается. У меня не было конкуренции с Анной Марковной. Но конкуренция она вообще есть не только в творческой среде, она везде. Ну, творческая среда, она тоже... Ну, а творческая среда, может быть, это просто на виду. Поэтому кажется, что там особенно. Примадонна, а так... Ну, как-то Примадонна в театрах себя ведут так, а, например, не Примадонна по-другому. Это придумки, что ли? А к кому-то хорошо относится Сергей Александрович Горин. Такого не может быть? Да, ну, может быть, но это по каким-то другим принципам. Ну, нравится просто. Красивый Примадонна. Красивый, да. Ну, я отношусь к людям-то ведь... Я шучу, у нас программа почти серьезная, Сергей Александрович, но вдруг так есть. Я отношусь к людям, ну, как вам сказать, по совокупности их поступков, так. Очень хорошо. Не по внешности, не по работе. Набору там профессиональной качества вообще. По совокупности, да. А еще одна в этом смысле... Ведь вот мы говорим, простите, перебью, ведь мы говорим, когда хороший или плохой человек, мы же не имеем в виду его образование, интеллект и прочее. А как мы определяем? Вот этот хороший... По человеческим качествам. Конечно, по совокупности. А я бы сказала, споем или не споем. Как это? Споемся или не споемся, да? Такой может быть? Пой, ласточка, пой. Пой, вот я и пою. Кстати, Ольга Юрьевна с Ульманом говорила об этом, что вот есть люди, с которыми она поет. Вот вы же не зря сказали, есть какая-то компания, в которой поют. Ну да. Это тоже отсюда же из этой оперы. Ну, наверное. Ведь у вас же есть круг друзей, вы же дружите не со всем миром, правда? С определенным кругом друзей, вот этот круг, с которым вы можете и петь, и как-то развет. Человеческих качеств, два. Вот если опять же так очень кондово сказать, работники культуры в большинстве своем женщины. Вот этот, еще раз кондово скажу, гендерный аспект вы как-то учитываете? Ну, гендерный аспект, он сложился исторически в нашем государстве, я думаю, что в советское время. С женщинами мне просто. Я не задавался этим вопросом, с кем мне проще. К женщине может быть особое отношение, с ней нельзя иногда поступить так, как с мужчиной. Жестко, да? Ну да, с мужчиной проще. Резко. Да, с мужчиной проще, причем мужчине можно сразу же объяснить почему-то так. А женщина, если резко сказал, она уже под тем впечатлением, она уже потом долго не услышит содержание того, что ты… Нет, а ваш контингент, он еще и особой эмоциональностью обладает, потому что он творческий, да? Люди, уходящие в образование, работать, да? Да. В вашу сферу, да. Люди, допустим, в культуре, ну, в частности, в библиотечном деле, это люди особые. Ведь долгое время, да и сейчас она там невелика, зарплата в библиотеках. Они прям, знаете, они волшебные. Ну, опять 6 тысяч человек. Опять 6 тысяч рублей. У них лица особенные. И они работают в библиотеке. Они работают и любят свою работу. Вот здесь, когда не измеришь эту любовь деньгами и ничего не измеришь. Это особенные люди. Естественно, к ним и отношение как к чему-то драгоценному такому. Это так же, как учителя в школе. И то же самое вот библиотекарь, которые работают с детьми. И музыканты, они же все время в себе как-то, в звуках. Вот. В себе, в размышлении. Потому что невозможно играть хорошо и передавать чувства, если ты совершенно не размышляешь. Если ты себя внутри не слышишь. Себя внутри не слышишь. То есть не слышишь своей души. Сам с собой не разговариваешь, если. Вот. Это естественно так. А вообще можно культурой руководить вот этим состоянием общества? Да. Состояние общества возможно изменять. Это государственная политика. Региональная политика. Да? Это политика внутри одного. Вот. Просто надо ставить задачу. Для чего это? А если мы открываем авиационный техникум, он для чего? Да потому что у нас есть завод. Кадры нужны, да. Там нужны кадры, да. Если мы говорим, что нам нужны всесторонне развитые люди. Для чего? Для того, чтобы эти люди могли после небольшой подготовки работать в любой отрасли хозяйства народного, да, скажем по-старому. Если мы не хотим этого, то не надо этого, не надо этого, не надо этого. То есть государство дает государственное задание. Нам нужны высокообразованные, развитые люди. В чем мы будем развивать? В математику или в физику, или что? Что главнее? Да все главное. Отсюда надо исходить. Мне кажется, здесь все. Поэтому общество можно менять, в зависимости от того, какие задачи. Нужен грамотный народ. Занимаемся так. Нам сейчас нужен культурный народ. Да. Вежливый, спокойный. Вежливый. Я вам так скажу. За последнее время, я наблюдаю это давно, праздники проводим массовые. Ну вот, площадь Минина, парк Автозаводский, парк Сомовский. Все меньше и меньше нетрезвых людей в процентном отношении. И люди приходят посмотреть не только вот, что делается там на сцене, а ходят просто погулять в этих местах, когда нет транспорта. Вот площадь Минина закрыта, и весь этот периметр. Пешком пройтись, с детьми, в Кремле погулять, по Кремлю. Им это очень нравится. Неспешно. Там съесть мороженое, присесть в кафе, отдохнуть, поболтать, повстречаться с друзьями. Там дети полазят по пушкам, по танкам. Просто хорошо одеться красиво в этот день. И вот это людям приносит удовольствие. Но я уж не говорю там о видах, какие у нас виды в Нижнем, и красивые здания, и виды, и льев, все. И вот эта тенденция, такого отдыха спокойного, это же просто потрясающе. И то, что раньше мы на площади, допустим, 15 лет после праздника убирали площадь, но там невозможно было проехать вот столько мусора, на резине опасно было проезжать по площади. Битые там стекло. Ну, конечно. Сейчас практически площади чистые. И потом, в последнее время, смотрите, стремление к здоровому образу жизни. Да? Вот эта популяризация здорового образа жизни. Может быть, она еще слаба, надо еще больше этим заниматься. Когда человек трезв и здоров, у него и мысли, и планы, и все оно здоровое, и такое направлено на благо. Сергей Александрович, вот смотрю я на вас, знаете, иногда думаю, что... И радуется. Да, родились вы не в деревне Хохловка, Рязанской губернии, а где-нибудь в Майами или в Нью-Йорке. У вас постоянно на лице такая классическая американская, почти голливудская улыбка. Вот откуда у хлопца испанская грусть? Ну, она же не специальная. Это, наверное... Так я говорю, она еще при этом естественная. Да. Не знаю, когда-то в детстве, до подросткового возраста... Ну, мы же всегда размышляем, да? Независимо, нам кажется, что мы всегда одного возраста. Да. Да? 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 Сколько бы нам не было. Да, да, да. Это так. Вот. И мне как-то пришло в голову, что когда я грустный, я же никому не нужен. Я не могу обременять людей своей грустью. То есть своей проблемой. Вот есть у меня проблема, почему я ее должен показывать? Мой вопрос. Привет, как дела? И всерьез начинаешь рассказывать, как дела? Да нет, он же тебя просто поприветствовал. Просто как дела? Да отлично. Отлично. Скажи ему, отлично, он удивится. Надо же у кого-то, отлично. И пойдет в хорошем состоянии. Ну, или немножко позавидует. Я понял, что грустный и проблемный я никому не нужен совершенно. Он счастливый человек. Очень позитивный. Он позитивный и счастливый человек. И, Сергей Александрович, я очень рада, что должность, которая всеми воспринимается, как просто, знаете, ну, расстрельная. Что такое министр культуры? Достался такому счастливому позитивному человеку. И действительно очень рада, что вы сами являетесь носителем этой культуры. И когда вы говорите, я не знаю, что происходит, я знаю, что происходит, это работает министр культуры Нижегородской области Сергей Александрович Горин. Конечно. А, ну да, если почти серьезно, то... То да. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо.